МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжается наше путешествие по страницам истории Плехановки в рамках телепроекта «Первый экономический. 110 лет во благо России». Я Светлана Колосовская, и в эфире шестой выпуск. Эти цветы у меня в руках не случайно. Красные маки являются символом памяти жертв Первой мировой войны. А сегодняшний наш рассказ об огромной роли, которую суждено было сыграть нашему вузу в жизни страны во время этой войны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Московский коммерческий институт и коммерческие училища приняли самое деятельное участие в патриотическом деле помощи Родине во время начавшейся Великой Европейской войны. В телеграмме на имя министра торговли и промышленности руководство МКИ выразило покорнейшую просьбу повергнуть к стопам Его Императорского Величества чувство беспредельной верноподданнической верности и заявило, что институт питает непоколебимую уверенность в том, что Великая Родина наша, объятая патриотическим воодушевлением, с честью переживет тяжелую годину бедствий и выйдет из неспосланных ей испытаний с новой славой и величием. Об организованном в начале войны фонде Святой Валентины вы уже знаете. Какую же еще помощь оказал Московский коммерческий институт воюющей стране? Во-первых, студенты и служащие отправлялись на фронт, где с оружием в руках защищали свободу и достоинство Родины. Все ушедшие на фронт добровольцами или нижними чинами учащиеся к лету 1915 года уже были произведены в офицеры, причем некоторые не только имели Георгия всех четырех степеней, но и достигли чина штабс-капитана и командовали батальонами. Многие из фронтовиков сложили головы на поле брания. Прапорщики Сергей Борман, прошедший четыре семестра на экономическом отделении МКИ, третий курсник Павел Лебедев, Сергей Максимов, которому до получения диплома оставался один семестр, Константин Прусинский, окончивший мужское коммерческое училище имени цесаревича Алексея, Василий Чиков, призванный с пятого семестра, Сергей Шмидт, только что успевший окончить МКИ, брат милосердия Евгений Каленцев, слушатель шестого семестра и многие-многие другие. Московское общество распространения коммерческого образования выделяло помещения для квартирования войск. В июле-августе 1914 года в учебных зданиях квартировал пехотный батальон, а затем и целый полк, то есть, возможно, до тысячи человек одновременно. Военные жили в том числе и здесь, в рекреации первого корпуса. Своими сапогами они сильно повредили паркетный пол в зале и других помещениях, но администрация решительно отказалась от компенсаций, предложенных Московской городской управой. Попечительство госпиталя занималось приобретением теплой одежды и белья для воинов, устройством игр, спектаклей, кинематографа, сбором книг, газет, журналов для чтения, организации патронатов для выздоравливающих. Руководил госпиталем профессор Иван Константинович Спижарный, знаменитый российский ученый-хирург, заведующий хирургической клиникой Московского университета, председатель Московского хирургического общества. Тяжелую работу сестер милосердия выполняли на общественных началах бывшие ученицы женского училища. Надо сказать, что в госпитале МКИ процент смертности и ампутационных операций был очень низким по сравнению с другими московскими лазаретами. Ведь кроме знаний и умений докторов, душевной заботы персонала, огромную роль играло наличие рентгена и радиологической аппаратуры. Ведь еще в 1913 году в нашем ВУЗе была организована одна из первых в России рентгеновская лаборатория. Основали ее выдающиеся ученые физики, преподаватели МКИ Николай Александрович Шилов и Александр Васильевич Цингер. В годы Первой мировой она стала неотъемлемой частью медицинского обслуживания целого ряда лазаретов Москвы. Здесь на рентгеновских установках делались снимки, которые значительно облегчали хирургам поиск металлических осколков в телах раненых. В январе 1914 года Московская городская дума выразила глубокую благодарность Московскому коммерческому институту за возможность пользоваться лабораторией и другим лечебным учреждением Москвы. Кстати, если бы не война, Московский коммерческий институт обзавелся бы и ультрасовременной на тот период невиданной в России радиологической лабораторией. Еще до войны профессор Шилов убедил дирекцию вуза в перспективности новой области науки, изучающей радиоактивность. На третьем этаже только что отстроенного здания института, нынешнего второго корпуса, ему было выделено несколько комнат для обустройства лабораторий. Получив крупные ассигнования весной 1914 года, Шилов отправился в Манчестер к самому сэру Эрнсту, профессору Резерфорду, чтобы приобрести лабораторное оборудование. Резерфорд сам помогал делать закупки. Но, к сожалению, война не позволила планам свершиться. Транспорт, на котором переправлялось в Россию закупленное оборудование, был потоплен немецкими субмаринами. Сам Шилов вернулся по заминированному морю через Швецию. Вы, конечно, знаете, что на полях сражения Великой войны впервые стали массово применять ядовитые газы, то есть химическое оружие. И вот в 1915 году русские ученые приступили к разработке способов противогазовой защиты. И наш герой Николай Александрович Шилов стал одним из организаторов противохимической защиты русской армии. Ученик и последователь Николая Дмитриевича Зелинского, изобретателя угольного противогаза, Шилов исследовал адсорбцию отравляющих веществ углем и защитное действие нового противогаза. В сентябре 1915 года он создал передвижную химическую лабораторию в железнодорожном составе и выезжал с ней на фронт. Шилов разработал первую теорию действия противогаза и заложил основы специального обучения для противохимической защиты войск. Великий князь Михаил Александрович Романов, командующий Дикой дивизией, специально приезжал к Шилову на Юго-Западный фронт для участия в испытаниях химического оружия и русских противогазов. Кстати, фотографии, которые вы видите, сделал сам Николай Александрович Шилов. В Московском коммерческом институте была разработана методика проверки надежности противогазов и создана мастерская для пропитки их особыми составами. Проверенные противогазы отправлялись на фронт. В качестве тары использовались ящики, которые мастерили учащиеся мужского коммерческого училища в классах ручного труда и столярной мастерской. Вы видите уникальные кадры из документального киножурнала 1915 года отснятого в одной из аудиторий нашего вуза операторами знаменитой фирмы «Братья Патэ». В стенах МКИ было организовано производство перевязочных средств очень хорошего качества. На бенторезной машине, изобретенной профессором института, преподавателем машиноведения Яковом Александровичем Липшица. По всей видимости, это единственные киноэпизоды, запечатлевшие и нашего первого ректора, Павла Ивановича Новгородцева. Ученицы выпускного класса женского училища занимались упаковкой ампул с хлористым этилом, который получали в лабораториях МКИ. Препарат широко использовался в качестве анестезии в полевых госпиталях. К 1 января 1916 года было изготовлено и отправлено на фронт более 2000 ампул. А это значит, что сотни и сотни раненых бойцов получили полноценный наркоз при операциях. Профессора института работали во многих общественных учреждениях, оказывающих всевозможную помощь воюющей стране. Так Павел Иванович Новгородцев работал во Всероссийском союзе городов и был московским уполномоченным особого совещания по топливу. Преподаватель государственного права Николай Николаевич Алексеев был членом Всероссийского земского союза и одним из руководителей по снабжению русской армии в Иране. Павел Петрович Гензель заведовал дровяным снабжением Москвы. Читавший курс сельскохозяйственной кооперации Александр Васильевич Чаянов занимался хлебозаготовками. Александр Иванович Остров, профессор кафедры прикладной механики, член Русского заготовительного комитета, ездил в США и Великобританию для организации поставок вооружений в Россию. Работали санитарные студенческие отряды для эвакуации раненых с московских вокзалов в госпитали. Девушки шили мешки и белье для госпиталей и отправки на фронт. На специально закупленном оборудовании было организовано производство снарядных гильз. В 1916 году в стране была предпринята очередная попытка организовать массовый заем денег у населения для нужд армии. Обещали выплачивать ежегодно по 5,5% от вложенной суммы. Московский коммерческий институт приобрел облигации займа на 400 тысяч рублей. То есть, только представьте, почти полпроцента от всего объема займа. К сожалению, все вклады сгорели с приходом советской власти. Вы помните из предыдущего выпуска, что Московский коммерческий институт отправлял посылки фронтовикам. Так вот, в феврале 1916 года на имя председателя попечительского совета Вишнякова пришло письмо от командующего в 8-й полевой армии легендарного генерала Алексея Алексеевича Брусилова. Он благодарил за посылки, которые привезла на фронт жена генерала Надежда Владимировна. «Приношу свою глубокую благодарность за подарки и ящик с противогазами. Нам дорога память и внимание родной Москвы», писал знаменитый боевой генерал. «Сложно переоценить самоотверженный, подвижнический труд Московского общества распространения коммерческого образования и Московского коммерческого института и их эффективную громадную помощь, оказанную стране в пору военного лихолетия». Вы смотрели шестую серию документального проекта «Первый экономический. 110 лет во благо России». Следующий, седьмой выпуск, будет посвящен людям, пострадавшим во время репрессий 1920-30-х годов. С вами была начальник отдела историко-культурного наследия университета Светлана Колосовская. До новой встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!